Левостороннее движение трамваев на 14 линии. Вот так трамвай едет как правосторонний и становится левосторонним. Сейчас уже наступает новый 2019 год, а проблема эта до сих пор не решена. Хочу рассказать, что здесь, на 14 линии, удалось вернуть трамвайную остановку Шолохова после многочисленных обращений. Трамвайные пути лежат неправильно, то есть трамвай высаживает людей на встречные трамвайные пути при такой реализации дорожного движения. Однако, в мае этого года еще сделали полосу разметки. Полосой разметки отделили трамвайный путь и бордюрным камнем отделили встречный трамвайный путь, чтобы водителей, сотрудники ГИБДД не лишали прав. Все равно находятся некоторые нарушители, которые пересекают сплошную линию, но здесь им грозит всего лишь штраф. Трамвай двигается как левосторонний, и раньше в этом месте посадка происходила с тротуара. Теперь посадка происходит со встречных трамвайных путей, и теперь пассажир должен переходить через трамвайный путь, хотя раньше он мог сесть с тротуара. Я вообще считаю, что в этом месте после исправления направления трамвайных путей следует сделать трамвайную платформу, чтобы маломобильные тоже могли перемещаться без посторонней помощи. А что касается вот этой трамвайной остановки, где трамвай высаживает людей на встречные трамвайные пути, при правильном движении трамвая он будет высаживать их на проезжую часть. На проезжую часть, где автомобиль едет спереди. Это нехорошо, но есть же такие остановки, это Коралл, это Ростов-Товарная, дальше по Первой конной армии. И там вообще жесть. Я считаю, что и там, и здесь нужно сделать трамвайные платформы за счет сужения проезжей части. Здесь проезжая часть такая широкая, что по ней могут ездить танки. Полоса для движения машин в том направлении 4 метра, а во встречном направлении 3,5 и 3,75 метра. Это значит, что можно каждую полосу сузить на полметра. И как раз будет полтора метра для трамвайной платформы, где пассажиры могут безопасно выходить и инвалиды могут передвигаться без посторонней помощи. А сейчас мы поедем в направлении Сельмаша. Вот таким образом происходит посадка в трамвай с встречных трамвайных путей. Спасибо.